Это пластмассовая голова, часть оборудования, предназначенного для проверки дыхательных аппаратов. Здесь можно проконтролировать плотность прилегания маски, работу аппарата на вдох и выдох и проверить давление в баллонах. Оно должно быть не ниже 260 атмосфер. Объем всех баллонов стандартный – 6,8 литров. Сжатого воздуха в них хватает примерно на 45-60 минут работы. Все зависит от комплекции человека и интенсивности его дыхания. Когда давление маленькое, в баллоне срабатывает сигнальное устройство. Это означает, что воздуха мало в баллоне, необходимо выходить на свежий воздух. Нередко бывает, что своим воздухом пожарным приходится делиться с пострадавшим. Для этого в комплект газодымозащитного оборудования входит специальное устройство. Когда необходимо эвакуировать человека, непригодный для дыхания среди на свежий воздух, мы подцепляем через переходник комплект спасательный, надеваем на пострадавшего и выносим его на свежий воздух. Звено аппарата проверить. Перед входом в задымленное помещение дыхательные аппараты проверяют еще раз. За работой звена обязательно следит постовой. По специальным таблицам он производит расчет времени нахождения пожарных в задымленном помещении, контролирует количество оставшегося воздуха, ведет учет всех переговоров. Каждые 10 минут я запрашиваю у командира звена о самочувствии. Если он не отвечает, то я докладываю это все РТП. РТП уже создает второе звено на поиск первого звена. Передвигаться в задымленном помещении непросто. Двигаться приходится буквально на ощупь. Поэтому на тренировках пожарным специально закрывают стекломаски, чтобы они могли отработать все действия в условиях болевой видимости. Ну я вам так скажу, что очень сложно. Но это все равно, что закрыть глаза просто, запустить вас в какое-то незнакомое помещение и сказать, что надо найти там какого-то человека, ну скажем так. Самое главное, конечно, во-первых, это идти обязательно в связке звена. Не дай бог не потеряться, идти, как говорится, гуськом друг за друга. Конечно, всех возможных случаев, возникающих при тушении реального пожара, предусмотреть невозможно. Но постоянные тренировки помогают быть максимально готовыми к любому развитию событий. Ведь от сложных действий каждого из пожарных зависит не только судьба пострадавших людей, но и собственная жизнь. Андрей Давыдов, Динар Салимов. Несей. Новости.